всем привет вот сегодня окончательное видео нашего эксперимента о том как стоят фигуры зимой вот смотрите месяц месяц назад они еще были они еще были нормальные полностью вот за месяц вот даже а шпаклевка шпаклевка рассыпалась за месяц вот что получилось так но это это копилка вот копилка наш нет ни грунтованная и обычные краски вот это тоже месяц назад был был полностью нормальный сейчас уже одна фигура вот выставила полностью полностью она выставила всю зиму вот но она она вот какая видите она и внутри вскрыта лаком это брак я его значит еще слой просто взял прокатал вот и загрунтовал полностью полностью загрунтовал и когда дно лакировал и туда лак попал вот смотрите вот это одна фигура одна фигура полностью выстояла так что может этот лак стоять вот смотрите здесь наверное она два слоя скрыта лаком я просто не помню вот полностью целая прям для меня это удивительно в эту зиму в эту зиму столько было дождь потом мороз опять дождь мороз вот за последние только месяц вот это что они месяц назад были нормальные вот за последний месяц они они вот это так полезны вот это вот вот это она простояла сейчас я посмотрю из-за чего она мало облезла нет тут лаком них не вскрыта значит это была копилка вот потому что я садовые фигуры низ и вскрываю лаком там можно сразу определить вот или с садовым этим яхтным лаком было вскрыта но она видеть или из-за того что такая вот поверхность рифленая чуть-чуть и она держит краску вот сегодня еще покажу ангел он уже два года два года ангел простоял вот сейчас падает подойду к садовым ну вот видите какой у них вид вид ужасно это их надо брать щетку щетку и мыть вид вид ужасный все надо мыть да тоже краска слазит ну тут же используется автомобильная краска вот тут который рядом стоял гномик я его отнес в дом там снял про него вчера вчера видео вечером вы увидите кто досмотрит вот значит и что я хочу рассказать как производитель производитель копилок вот видите здесь рифленая рифленая поверхность вот воздух воздух гуляет снизу снизу гуляет воздух вот они стояли почти всю зиму из-за этого они не не облазили но в этом году вы же поняли да какие были перепады значит обязательно что что нужно чтобы садовые фигуры не стояли не стояли на этом на сыром или стекло ложить или я не знаю какую-то какую-то эту ну положить сетку какую-то но ни в коем случае не на дерево не на землю вот ни в коем случае не ложить потому что гипс тянет тянет влагу вот наш крокодильчик красавица такая вот гипс тянет влагу можно в крайнем случае на плитку положить меньше размером прям под фигуру вот на дерево нельзя потому что люди бывают там с и спили с и спили деревья и туда на место спила ставят садовую фигуру дерево дерево тянет дерево тянет влагу дерево влагу тянет а гипс питает влагу вот началась началась беготня видите вот рысачит раздоль этот вот так наша наша такая собачка уже немолодая молодец молодец все станешь звездой youtube а вот так бегает да такой крокодильчик наш звезда 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 так телефон не кушать так что вы вы поняли да если хотите чтобы у вас фигурки стояли нужно их на зиму убирать если они у вас там где-то в гараже стоят в гараже стоят их нужно занести домой высушить и снова они у вас еще я целый сезон могут отстоять подкрасить там что-то где-то вот и все вот такой наш наш маленький совет и покажем сейчас еще ангела два года два года он на кондиционер и простоял что там с ним сейчас возьму лестницу залезу и посмотрю вот принес я этого гномика который простоял всю зиму под забором это вот бракованный гномика его специально взял покрасил вот чтобы не перед не переводить хороший ну спереди да спереди он если вот видите все отходит отходит но если если его не трогать увидите вид у него этого он стоял возле забора там все время вода вот смотрите вот она его можно раздеть как вы помните я его зимой не мог оторвать не мог он прилип он прилип полностью к воде я подумал он лопнул а тут просто краска лопнула вот вот смотрите вперед стоит зав который который возле возле забора там ветром не обдувается и там все время влага ну спина держится но не знаю если я наверно подколотнуть то тоже она отлетит здесь тоже отлетает если интересно за если захотеть его почистить получится или нет вот например смотрите тут еще наверно от краски зависит вот эта краска видите она держится почему-то они ну тоже можно оторвать в общем если взять и посидеть посидеть почистить его наверно так людей делает вот я никогда этим не занимался это у меня просто такой эксперимент я вот четыре года занимаюсь и экспериментирую как как лучше как лучше чтобы чтобы эти фигуры стояли одно могу сказать низ надо ставить на что-то чтоб там воздух какую-то сетку брать может какие-то пластиковые сетки чтобы там гулял воздух вот вы видели да у меня там на на плитке стоит и там воздух проходит вот вот смотрите низ как в дырочку это штамм вот это считайте год он просто я на меньше года конечно чуть-чуть весной я его выставил меньше года он простоял в воде можно так сказать и пошел вот вот когда вы грунтуете садовые фигуры грунтовка забивает все поры все поры забивает вот у меня там собака стоит с дыркой вот я вам показывал она она не облезла потому что я и внутри ее загрунтовал получается я ее полностью опустил и она загрунтовалась полностью вот она единственная выстояла но зима была зима была ужасна не знаю сколько раз сколько раз и были были морозы дожди и морозы но видите только краска с гипсом гипс хороший вот его можно по новой грунтовать красить и все он будет стоять снизу до снизу он там чуть-чуть в это а так что как вот и пишут что там он распадается нет у меня стояли фигуры стояли фигуры обычные без покраски брак я ставил там пробовал думаю вот как как там в интернете рассказывают что он распадается нет вот стоит гипсовая фигура дожди зиму стоит и ничего с ней не случается вот гипс гипс хороший вот видите краска слезла а гипс краска слезла вы же сами понимаете да такие перепады да вот можно его содрать высушить после зимы загрунтовать и покрасить так что гипсом я доволен вот гипсом доволен хороший гипс вот а покраска да покраска вот покраска полопал вот и спина пошла так что можно да если посидеть нужно его наверно почистить так что и дать его вторую жизнь вторую жизнь дать а лучше убирать убирать на зиму и все убирать сушить подкрашивать и тогда у вас будет стоять стоять будет она несколько лет вот такой я считаю что удачный эксперимент эксперимент удачный ну если вы хотите чтобы они у вас стояли значит надо убирать его убирать его домой осенью до морозов вот брать убирать вот а если так как и с цветами обходиться год отстоял и если его не трогать и выкинуть ну и самое главное ставить ставить на подставку чтобы снизу не тянула влагу потому что вот гипсовые фигуры они вот там санкт-петербурге вот эти все французские они и мы им по 200 лет их на зиму заносили там в этот зимний сад а летом выносили и по 200 лет эти эти фигуры стояли до реставрировали там подкрасили и они опять стоят я нисколько даже в этом не сомневаюсь они сейчас они сейчас стоят ну сейчас может их там чем-то чем-то вскрыли вот так что если творческий человек да можно ободрать и покрасить если вы увлечены этим и все посмотрите я его ну можно если чем-то подцеплять да подцеплять можно его раздеть ну это ж после зимы но его нужно высушить высушить я не знаю если он зиму простоял простоял на улице это он сколько он себя впитал всего и если будете грунтовать нужно брать грунтовку глубокого проникновения противогрибковую вот она там где-то на 20 гривен 10 литров дороже вот такую надо брать грунтовку и тогда он на наверно вот этих черных черных пятнышек не будет ну так вот вот такое видео можно да можно и чтоб зиму стоял если у вас есть желание потом крах возиться с ним на лучше лучше убирать вот отключаюсь так вот смотрите что у нас с ангелом видите ужасная ужасная ситуация вот за два года за два года я его не снимал даже под низ ничего не положил понимаете чем дело значит вода вода это самое вода ну если вода на кондиционере вот он он получается в воде ну все два года порадовал глаз я его это грунтовал ну как обычно сидел но здесь конечно условия ужасные здесь еще вот и стенка от дома и мало так сказать ветра ну вот такой ангелочек радовал два года два года если бы я осенью убирал его вот то было было бы все прекрасно вот такие мы тоже делаем садовые вот если где-то вон и там в беседке стоял тоже ничего с ним не было так что друзья кому инди интересно мои мои эксперименты подписывайтесь ставьте лавки как мы говорим и ждите новое видео